Дорогие друзья, в курсе 9 Python OOP мы с вами рассмотрели, как использовать ARX и QUARX. Посмотрите курс, значит я объяснил очень просто, зачем я вообще делал данный курс, как он относится к OOP. Он никак не относится к OOP, это основы Python. Просто я заметил и по джанго, и по окоду люди боятся использовать эти вещи, как бы недопонимают их. И вот я наблюдал-наблюдал и решил рассказать, что на самом деле бояться не надо. Это практически применение многих вещей на лету. И вам это очень пригодится. Я надеюсь, что после просмотра курса вы уже не будете больше бояться использовать ARX и QUARX, то есть позиционные именованные аргументы, а мы там все разбираем. И будете это использовать у себя постоянно. И также там еще с форматированием я показал некоторые вещи, потому что тоже вижу зачастую в практике у людей с этим вопросы. Поэтому он, по сути дела, не должен был входить в OOP, но я уже решил включить, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос и начать действительно использовать эти мощные элементы. Вот и все. То, что хотел сказать, я сказал. Обратите внимание, кроме джанго, здесь, так я оговорюсь, что здесь есть курс по Python OOP. Это здесь мы изучаем ООП уже углублено. То есть много в первых шагах, много отдали теории. Потому что при изучении объектно-ориентированного программирования именно непонимание основных принципов теоретически не дают потом писать код. А нам ООП ой как нужно и для Android, и для любых оконных приложений, и для джанго. Везде оно нужно. ООП надо знать, потому что все библиотеки написаны ООП. Сайт найти очень просто. spb-tut.ru Набираем. Это и есть школа Волсыновского. Только у вас оно выглядит будет немножко по-другому. Вот так. Покупаем логин, пароль и занимаемся в свое удовольствие. Спасибо. Спасибо.